Качество знаний в процентах после поданных апелляций и пересмотра экзаменационных работ по русскому языку общий показатель у бендерских школьников улучшился и составил 69%, и это самый лучший результат в разрезе городов и районов республики. Было подано более 20 апелляций, и к нашему удовлетворению 11 удовлетворены. Следовательно, мы подняли качество 65 на 69, успеваемость на 0,4%. Таким образом, мы лучшие в республике по написанию ЕГЭ по русскому языку. Нас это очень радует. И еще один повод для гордости. В ЕГЭ по русскому языку четверо приднестровских школьников набрали максимальные 100 баллов. Трое из таких – бендерчане. А вот в математике результаты хуже ожидаемых. Педагоги отмечают снижение интереса современной молодежи к инженерно-техническим наукам. Двойку получили 75 учащихся. Мы провели очень тщательный анализ, и выяснилось следующее, что из них 5 – это выпускники кадетской школы. 14 двоек – это дети, выпускники прошлых лет. То есть это те выпускники, которые в прошлом году либо не явились, либо написали на 2 балла. Это в основном ученики вечерних классов, либо те дети, которые получают образование в форме экстерната. То есть дети, которые не мотивированы особо и не заинтересованы. Получили неуд за экзамен, и некоторые выпускники этого года в городском управлении народного образования подчеркивают – пора проверить качество преподавания математики в школах из года в год, дающих самый низкий результат по ЕГЭ. Думаем, что в следующем году будет принято решение, что в некоторых школах не открывать 10 классы, потому что из года в год они дают плохие результаты. Следовательно, надо изменить подход к набору 10 класс, а выбрать базовые школы, которые имеют возможность и кадрового потенциала, и ученического, с тем, чтобы дети достойно сдавали испытания по государственной итоговой аттестации. Шанс исправить двойку у выпускников есть. Определён ещё один резервный день для сдачи ЕГЭ. Ну а если опять двойка, то пересдача отложится на следующий год. Жанна Анастас, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.